Когда мы задумывали про то, что здесь будет хостел, будет рабочие места ребят, нам было важно, как бы ключевой задачей было трудоустроить ребят. Но когда сюда начали приезжать гости, причем не только из России, и настолько их переполняли эмоции, и они так много всего нам говорили, что мы приняли решение, что нам необходимо это зафиксировать, для того, чтобы нас как-то это тонизировало, бодрило, потому что на самом деле, когда ты видишь, как меняется человек, когда он приезжает заселиться в гостиницу, и его встречает девочкам на коляске, там у меня не раз были такие истории смешные, когда, например, я подъезжаю, и смотрю, приехала машина, и они будут сейчас заселяться. А у нас первое время на букинге не было информации о том, что люди с инвалидностью, и народ реагировал по-разному. И вот я сижу в машине, думаю, интересно, как сейчас будет происходить. Приезжает микроавтобус, значит, и такой водитель, ну, как бы обычный водитель классический, и встречает его девочку на электрической коляске у нас, и она у нас вот так вот так сидит, значит, держит его. Он вышел, ходил вокруг машины, сел опять назад, опять сидел, думает, ну, надо, наверное, заселяться, опять выходит, опять походил. Ну, и тут Катюша со свойственной ей открытости качает, вы, наверное, к нам. И говорит, ну, наверное, да. Я понимаю, что сейчас поднимется, а здесь опытный званик. Вот, но при этом за все время от нас сбежало, можно так сказать, всего четыре постояльца, при условии, что мы работаем два с половиной года, мне кажется, что это очень хороший результат, и самое главное, что ни одного негативного комментария в плане того, что, ой, там, ребята инвалиды, осторожнее, то есть не было. Но я прекрасно понимаю, что все сюда приезжают со смешанными чувствами, и не каждый готов, и не каждый имел опыт общения с такими людьми. И вот эта стена доказывает, что на самом деле работа в сервисе молодых ребят с инвалидностью, она очень вдохновляет, впечатляет и дает возможность по-другому посмотреть на людей с инвалидностью. И, конечно, наши самые интересные комментарии – это комментарии от иностранных болельщиков. Когда был чемпионат мира по футболу, один из матчей проходил в Саранске, и мы вовремя не успели среагировать и поднять цены, как это сделали все. Поэтому у нас с января месяца забронировали просто сплошную гости из 12 стран мира. И мы безумно боялись, мы думали, что нужно с какой-то охраной, что нужно как-то там ребят заменить на обычных, каких-то опытных людей. Но когда мы собрались, они говорили, дайте нам шанс, мы хотим попробовать сами. Я говорю, ну окей, давайте попробуем. И мы не принимали практически никакого участия, то есть ребят делали все сами. И когда мы в 4 утра звонили, они заселяли очередную группу чилийцев, там из 12 человек с громким, которые скандировали там какие-то речерки. Я говорю, ребят, миленькие, вы там как? Они говорили, слушай, вообще все кайфово сейчас. И мы говорим, еще с ним пообнимаемся и вообще все будет замечательно. Потому что, конечно, иностранцы реагировали очень круто на ребят. Здорово. А ребята сами как-то английский учили? Они помогали в Google-переводчике, они разговаривали на всех языках мира. То есть они просто вводили тот язык, на котором должны были разговаривать гости, и какие-то самые элементарные фразы, они общались. И, в принципе, наверное, для иностранцев, я думаю, даже стало чем-то таким удивительным, потому что в России... Ну, у нас один Татьянец нас, конечно, вдохновил. Он подошел, нашего администратора обнял, он говорит, что, слушай, ну, Россия для меня вообще предстала сегодня в ином свете, потому что если в сервисе работают молодые ребята с инвалидностью, значит, это очень душевная, глубоко развитая страна. Но мы не стали развенчиваться в этот мир. Вот. Нам было очень приятно.